Всем привет! С вами Лего Стайл. И как вы догадались по названию, сегодня наконец-таки я приобрел новый набор Лего. И это большой... мало... да, это офигенный набор. Давайте начнем с коробки. Вы только посмотрите, какая большая... какая большая коробка. Лего Чима. Это огромная коробка. Маулос Айс Мамонт Стомпер. Вот, как вы видите, 701-45 артикул от 8 до 14 лет Лего Чима. И вот такой вот набор сам выглядит. Да, то есть он очень большой. Ну что ж, давайте приступим к мини-фигуркам. А мини-фигурок в этом наборе у нас целых 6 штук. Это довольно круто и много. Почему я купил этот набор? Потому что была огромная скидка на 1500 рублей. Ну что ж, первая фигурка это Ворнен. Ворнен. Так, написано по-английски. Вот, Ворнен. Собственно, такая фигурка. Это что-то типа кондора. Обвеченного в ледяные доспехи, с ледяной рукой, с ледяным пистолетом. И вот, с такой вот розовой головой. У него полностью прозрачная нога. Я вообще обожаю этих ледяных зверей. Хотя купил их первый раз, но кучу обзоров видел. Вот. Давайте сейчас выкрутим моему голову. И вот такой вот у него, хотел показать вам, такие вот прозрачные доспехи, очень классные, и принт. То есть они такие ободранные. Эти все звери, ледяные. То, что, конечно же, очень круто. Вот такой вот у нас Ворнен. Или как там его, я уже забыл, как его зовут. А второй зверь из Лего Чима, а точнее, самка, это слониха. Это Маула. Да. Сама Маула. То есть это ее мамонт. Вот это вот Мау. Маула с Ice Mammond Stomper. Вот. Собственно, сама Маула. Тут написано. Вот. Маула. И вот она сама. Значит, что мне очень понравилось. Мне понравилась вот эта вот шляпа. Вот такая вот каска. Очень классная. Можно в любую набор, точнее, на любую голову надевать ее. Она такая детализированная. Ну, давай, фокусируйся. Вот. Очень суперская. Такая резиновая. То есть она резиновая, а вот эта часть не резиновая. Такие же прозрачные доспехи. Прозрачная также нога и большой пулемет непропорциональной фигурке. Вот. И все-таки пулемет мощный. Да. Но давайте уже перейдем к следующей фигурке. А дальше у нас уже мамонт-мужик. Да. Его зовут Мотрот. Ну, извините, я уж читаю его по-английски. Может, как-то неправильно. И да, я вспомнил, как зовут этого чувака. Правильно. Варди вот. Точно. Ну, что ж. Это вот такой вот большой мамонт-слон. С такой вот штукой бесполезной вообще. Лучше бы он был просто вот так вот. Тут также такая же, не менее детализированная, как у Маулы, шапка. Естественно, с резиновыми штуками. Такая же. Одеваем. Такие же ледяные доспехи. Ледяная рука у всех. Ледяная нога. Вот. Такого цвета. Очень классный. Такой вот тоже слон. Которому можно огромное такое оружие дать. Руки. Может так. Опс. Так вот у меня почему-то я посадил в этого огромного... В самом набор посадил почему-то Варди, а не Маулу. Да. Ну ладно. Давайте уже перейдем к следующей фигурке. Ну а следующая мини-фигурка. Это... Как я не ошибаюсь. Это... Стрейнер. Царь всех ледяных... Зверей. Да. Вот так вот он выглядит. Фокусируйся. Вот. У него есть такая вот лапа большая, которую можешь так... Ш-ш-ш-ш. Да. Такая вот лапа. Довольно классная. У меня не было такой лапы. Ну чё ты не фокусируешь-то? Вот. Такие же ледяные доспехи. Такая же ледяная нога. Такая же... Ну нет, ледяной руки. Надо же. Дальше вот такие два принта. И вот такая волчья у него маска. Да. Классная маска. Вообще очень классный персонаж этот. Мне нравится. Он так... Мне кажется, что он, ну, тоже как лев что ли. Хотя здесь есть ещё и Ворис. Да. Но подождите. О нём попозже. И следующая мини-фигурка это... Розар. Да, по идее здесь должен сидеть Ворис. Но я хочу, чтобы здесь сидел Розар. Как вы видите... Ну, я Вориса просто заточил в темницу. Да. Поэтому у меня здесь Розар. Это как бы что-то типа какого-то там... снегохода, как мы видим на коробке. На нём сидит Ворис. Пытается что-то сделать этому мамонту, но он ничего не сделает. Я же понимаю это. Значит, давайте сначала про Вориса. Ворис оснащён крупневеком, как мы видим. Старый такой башкой, старыми крыльями. Теперь есть огненный знак. Чи. И вот такой вот огненный меч. Очень классный огненный меч. Вот. И вот такая штука на одном колесе. Забавная штука, которая реально ездит. То есть вот. Из неё как будто тянутся огни. Ну да, как-то так. Она выполнена в каких-то таких красновато-оранжевых цветах. Ну да, такая неплохая довольно штука. Такая забавная. Ну давайте уже к последней мини-фигурке этого набора. Ну а следующая и последняя мини-фигурка это Ворис. Да, это мини-фигурка Ворис. Такой волк. Тоже за добро. Потому что он огонь. То есть лёд воюет с огнём. Лёд плохой. Огонь хороший. Значит вот такие принты. Волчья шапка такая. Вот. И такой вот бластер у него есть. Также, опять же, вот это принт. Он ничем таким не отличается в принципе. Вот такой вот Ворис. И давайте уже к набору. Да, сейчас вы видите огромного, огромного стомпера Маулы. Говорю я по-английски, потому что не знаю, как его зовут. И он огромный, красивый, очень классный. Вы только посмотрите на него. Ну реально классный. Сюда я посадил Розара. Вот. Здесь, значит, у нас Розар. Да, это Варди, точнее. Это Розар. Так же слон. И вот смотрите. У меня отвалилась деталь от... От... Куда-то вот отсюда. Я вот не знаю реально. И мне так лень пролистывать всю инструкцию. Инструкцию. Чтобы найти откуда-то деталь отвалилась. Ну а потом придется пролистывать, да. Ну что ж. Давайте попродробнее о самом слоне. Прежде всего слон имеет ледяные ноги. Которые двигаются куда захочешь. Ну они не очень устойчивые. В принципе классные. Они двигаются. Все хорошо сделано. Их естественно 4 штуки. Значит, эти ноги как бы как покрыты льдом. Это, кстати, не принты, а наклейки. Сейчас большая скидка на этот набор. Советую покупать. Дальше. Слон также имеет голову. Иначе как же. Точнее не слон, а мамонт. Да, чего же я постоянно говорю слон. Если это мамонт. Значит, голова у него выполнена с элементами чима, типа биоников. Лихеру фактори. Фокусируйся. Вот. Это его хобот. Как вы видите. Хобот на этой огромной башке. Как вы видите. Вот это вот стекло. Это сцементированные глаза. И очень, когда вот такая складывается картина, очень классно выглядит он. Также первые, впервые у меня такие детали бивни промерзшие. Такие. Вот. А которые еще так же. Не неподвижные. Скажем так. Они двигаются. Хобот тоже. Все это на детали их. В Херуф Фактори. Также и вот эта вот штука тоже на детали Херуф Фактори. Также это его уши. Естественно, без принтов. Сейчас я вам покажу. То есть вот уши. Здесь уши. И здесь уши. И здесь должен человечек именно стоять. Иначе, ну не знаю, он не удержится. Насколько я понимаю. Давайте пойдем дальше. Дальше у нас... Так. Теперь я уже установил свой айпад на ящик. И теперь не будет ничего дергаться. Будем смотреть дальше. Дальше у нас есть его тело. Тело этого гигантского мамонта. Вот. Сейчас я так вот это двину. У него здесь есть также такие же кости, как и бивни. Вот. Эти кости отодвигаются. Это как... Без них, скажем так, он бы и не был похож на мамонта. И здесь сама Маула. Но вообще Маула должна вести, потому что это ее... Ее... Маунт, да. Поэтому она должна, по идее, вести. Но я сюда ее посадил. И она такая с пулеметом выглядывает. Также вот там вот внутри есть щи. Не знаю, будет видно или нет. Но там есть щи. Копье и молоток. А на той стороне гаечный ключ и меч. Уж приворачивать не буду. Поверьте на слово. Вот. Я хотела еще сказать про крепежные элементы. Крепежные элементы у него вот здесь вот такие вот. То есть они довольно новые. Уже имеются в Star Wars. Вот. У меня. Так что для меня это не новинка. Вот про это я потом расскажу. Попозже. Для тех, кто не знает, что это вот за вещь такая. Потом, да. Потом. Дальше у нас идет вот эта штука. Но для начала хвост. Ну, хвост сделан так же. То есть из такой же ледяной кости. Да, как вот здесь. И как бивни у мамонта там. Вот. Но меня это не интересует сейчас показать. Я хочу вам именно показать. Ну, фокусируйся давай. Вот эту ловушку, скажем так. Ну, не ловушку, а тюрьму. То есть там реально есть клетка. Сейчас. Вот как бы тюрьма такая. Вы видите, я думаю. Клетка с замороженной ручкой. И, собственно говоря. Сейчас, одну секунду. Наш ворис попался в ледяную ловушку. Сейчас. Ну, давай фокусируйся. Что-то у меня вредничий тайпад. Вот. Значит. У меня первый раз вот эта вот замораживающая фигня. Да. И ворис в ней, ну, вообще не держится. Ну, потому что там нет укреплений, чтобы легко его вытащить. Да. Ну, и так же закрывается он. Вот так. Чтобы не вылетел. Да. Ну, что ж. А теперь, наверное, то, что... Ну, у кого есть, тут знал. Может, кто-то вообще знал. Вот про эти вот штуковины. И про верхнюю вот эту вот штуковину. И вот опять же я зафиксировал айпад. Я потом в конце ролика покажу, как его фиксировал. Это будет угарно. Значит, это летающий корабль. Для тех, кто не знал. Сначала мы должны поднять вот те самые штуковины. То есть вот. Я уже вам их показывал. Да. Вот так вот. Ну, это... Блин, да что все валится-то? Ужас какой. Вот. Роза упал. Значит, здесь также есть кабина. Вот такая для меня она новая. И здесь, по-моему, вот я уже говорил. Царь ледяных всех этих зверей сидит. Такой вот собезубый тигр. И смотрите. Здесь такая вот фигнюшка. Вот. В общем, мы делаем вот так. И вот так. Вот. Теперь мы берем. И у него есть такие вот крепежи. Сейчас. Вот. Берем сам корабль. И вот так вот делаем. И все. Варди, ты будешь держаться? Или нет? Ну, собственно, он вот так вот снимается. И... Стоп. Одну секунду. Случайно снялся хвост. Но ничего. Это ладно. Вот так вот снимается наш корабль. И после него Маммонт как-то... Ну, не так выглядит. Не круто вообще. То есть вот его голова. И вот как-то так он выглядит сам. Ну, мне так не нравится уже. Как бы они составляли друг друга. То есть это было единое целое, можно так сказать. Ну, и вот она сама космическая вот эта вот фигня. Да, можно так сказать. Почему космическая? Нет, не знаю. Вот как раз эти те самые турбины. Да, да, да. Извините вот за это. Сейчас показываю это в кадр. Вот они, эти турбины на Маммонте, на коробке даже нарисованы. То есть они вот так вот раскладываются у него. И он улетает, уделяет страхи. Скорее всего так. И это вот... Вот эти вот пушки. Это вот это. Штучки. Вот. Ну, инструкции я вам не показал, потому что это неинтересно. И с вами был Лего Стайл. И ставьте лайки за такой офигенный длинный обзор. Да, ставьте лайки. Я очень старался. Обзор и вправду очень классный. Подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на лайв-канал. Ссылка в описании. И всем пока. С вами был Лего Стайл. Номер один. До скорых встреч. И пока. Пока. Фруб. Субтитры сделал DimaTorzok